Сегодня, в принципе, у человека такие широкие возможности, что он может не просто кругосветное путешествие совершить, но, мне кажется, и два раза подряд вот так вот вокруг Земли облететь. И главное взять с собой все необходимое, простроить маршрут и быть к этому готовым. Но если вы, например, не хотите надолго отлучаться от семьи, не хотите, не знаю, подвергать себе какой-то определенной опасности, то, в принципе, такое микро-путешествие можно совершить и здесь у нас по городу, тем более, что и природа располагает, и, в принципе, погода сейчас летняя располагает, и, собственно, об этом мы поговорим с Еленой Бершатской, она у нас такой один из главных специалистов, не побоюсь этого слова, города. Скажите, пожалуйста, какие вы можете предложить маршруты, путешествия, вокруг чего? Варианта два. Для тех, кто любит природу, есть Красноярский хайкинг. Напомню, что слово хайкинг – это такое движение, вернее, само движение международное во всех странах, оно есть в очень многих, и в Красноярске оно тоже есть, больше 100 километров троп уже у нас промаркировано. Пожалуйста, для того, чтобы путешествовать вокруг города, на природе, необходимо транспортная карта, потому как везде можно доехать на автобусе, и небольшой рюкзачок, соответственно, сюда воду, воду, на всякий случай термос с чаем, телефон, скачивается приложение хайкинга, можно ходить без карты, и на всякий случай для тех, у кого нет возможности, телефон не позволяет, есть у нас вот такие бесплатные карты, можно зайти к нам в центр путешественников и их получить. Мы их регулярно обновляем. Вот правый берег, пожалуйста, сейчас немножко затянута дымкой, да, но Таргашинский хребет, который на весь правый берег растягивается, от базаихи, от столбов до черной сопки, все промаркировано. Можно ходить, гулять самостоятельно. На Николаевской сопке там еще проще, там полегче маршруты, можно ходить. А сколько получается, на сколько дней, допустим, можно так уйти, ну и вот оттуда до туда пройти? Это однодневные маршруты. То есть буквально можно выбрать какой-то выходной, субботу, воскресенье, вот так вот, а раз, оттуда начать и там закончить? Ну, если пойти по всему Таргашинскому хребту, то в таком хорошем темпе, это все-таки горы, перепады, высоты и так далее, то можно за один день нормально себе устроить такой мощный, хороший, но это будет хорошая нагрузка. А можно гулять, ради бога, тропы везде пересекаются, можно выбрать себе час, два, три, сколько позволяет времени, и потом вернуться обратно, сесть на автобус и доехать до дома. Слушайте, ну очень удобно. Ну а если, например, очень здорово, я погуляла среди природы, но все-таки, может быть, тоже от этого устала и хочу как-то образование свое, повысить свой уровень образования. Есть какие-то еще варианты у нас? Для тех, кто любит историю, архитектуру, культуру, мы вообще убеждены в том, что все путешествия нужно начинать со своего города. У нас больше 50 маршрутов уже городских, которые мы пешеходные, автобусные, на электричке, на трамвае, на троллейбусе мы делали абсолютно разные и знакомим горожан со всеми нашими прелестями, с нашей историей и с какими-то моментами истории Красноярска, которые кто-то забыл, а кто-то, может, и не знал и впервые услышал. Гости, конечно, тоже присоединяются, мы с дорогой душой водим. Причем у нас, получается, есть на каждый месяц мы составляем расписание, выставляем, выкладываем афишу. И вот, допустим, сейчас заканчиваем расписание на август, там будет 16 экскурсий, и у нас всегда больше половины, то есть 11 из них бесплатные для жителей и гостей. Ну а если кто-то хочет прямо вот кругосветное путешествие совершить, а возможности нет, и этот вариант предусмотрен. У нас есть автобусная экскурсия, называется «Вокруг света», где мы за 3 часа, ну, 8 стран, 8 городов посещаем, знакомимся с ними, причем не просто знакомимся, а там еще есть у нас музыкальные загадки, когда люди сами догадываются, отгадывают, куда мы едем и зачем. Милости просим, все наши возможности перед вами. Ага, ну еще такой маленький вопрос, прошу на будущее, все-таки, может, заканчиваем летний сезон. А зимой можно ли такие совершать, вот тоже путешествия небольшие? Абсолютно круглогодично, у нас разработаны маршруты городские и для зимы в том числе, а природа, она и зимой, и летом, и весной, и осенью. Ну, очень здорово, спасибо вам большое. Еще раз всем скажу, что погода у нас, хотя обещали дождь, обещали дожди, они прошли, но, тем не менее, она такая осталась теплая и комфортная, поэтому вполне себе выходите, гуляйте, город большой, природа в нем еще больше, богаче и красивее, поэтому обязательно выбирайтесь из дома на улицу.